Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Обычно в это время, в пятницу, мы подводим итог недели Сегодня это сделаем с нашим уважаемым Экспертом, политологом Кристианом Розенвальцем. Добрый день Я единственное знаю, вот до эфира Кристиан мне сказал такую, ну, новость не новость Но очень важное такое Для меня важное Что действительно Не было так много времени следить за Последними событиями, естественно Человек следил, понятно, но Важное событие надвигается Для Кристиана, вот с этого, может быть, мы и начнем Это такой тоже интересный, не столько О прошлом, сколько о том, что нас ждет, о будущем Это о моем шкурном Не, ну просто, как многие известно Может быть, знают, которые меня Смотрят Что я возглагаю Латвийской Федерацией Бадминтона В этом году мы опять делаем Кубок, рейтинговый турнир Мира в Вилгаве И для меня это большое событие, потому что Не больше, не меньше, мы уже второй год Подряд собираем 40 стран Участников И 40 стран, это такие страны, как Австралия Малайзия, Индия, Бахрейн Чилы, Перу Доминикана, Триндадо Бага США и другие И я думаю, что, честно говоря, я уверен Что отдельно взятый человек Каждый из этой страны Скорее всего, в Латвии В том числе и в Риге, и в Алгаеве Может быть, и был Там и с Чилы, и с Перу Но то, что они в ряд Один раз вместе собираются Ну, это для меня, по-моему, очень Такой хороший Хороший показатель Но еще Уже в прошлом году уже было И в прошлом году, чтобы ты знал Наш турнир был самым крупнейшим Турниром в Европе И, безусловно, там То, что ты сам перед этим В эфире спрашивал Что там, типа, всех надо В аэропорт встретить Из аэропорта И главы довезти И, слава Богу, у нас есть Очень много людей, которые Помогают, они хотят пообщаться Они Не соучаствуют Кто-то там подвозит из аэропорта Кто-то там помогает на линии сидеть Потому что в таком турнире Как наш Так же, как и в большом Другом, там, теннисных турнирах Есть На каждой площадке Есть по двое Людей, которые на линии На углу стоят И смотрят Аут или не аут И, ну, опять же, для детей И для юношей Латвии Которые уже занимаются Этим видом спорта И их становится все больше и больше На самом деле Этот вид спорта Станет еще Достаточно популярным, да? Ну, я думаю, что бадминтон Ну, если мы так Очень шкурно Про мое шкурно Я думаю, что он Он сто лет уже был Популярен И в Латвии В том плане, что Ну, кто из нас Не держал в руках Бадминтоновую ракетку Где-то в саду Обязательно Но вопрос в том, что Когда ты должен участвовать Как в виде спорта Ну, на самом деле Для меня это даже Очень хорошо Популяризирует Потому что у каждого Есть какая-то Ну, опыт Конечно В отличие от Например, других видов спорта Где, например Кто из нас Не знает Даже копье бросал Уже не говоря о том Что если мы возьмем Вот сейчас происходит Чемпионат мира Понятно, что хоккей У нас очень популярен Но это затратный вид спорта Для родителей Мы же знаем Сколько стоит лед Коньки Амуниция Ну, слава богу Что есть родители Которые там Потому что на базе Нет, такие чести хвалаты Но просто я говорю Что действительно Финансово для родителей Затратный вид спорта Все-таки бадминтон Не такой Вот тебе ракетка Вот тебе мячик Ну, тоже не так Потому что Ну, ракетка тоже стоит 100 евро И, безусловно Ты ее ломаешь Так же, как эту клюшку Хоккейную Потому что Иногда Мои коллеги В других спорта И вообще Это не только вопрос спорта Предлагая Типа Ну, у нас же Отличие от всего другого Там все очень дешево Потом, когда начинают Покупать валаны Покупать ракетки Покупать обувь Тогда все равно Обходится Ни один из видов спорта Я думаю Даже бег В новое время Даже бег Не является дешевым Потому что Там есть Чтобы правильно бегать Ты должен купить еще и часы Которые измеряют пульс И еще другие вещи Там правильная обувь Правильные смазки Правильное питание И на самом деле Все даже бег И даже плавание Обходится Не настолько уже дешево Ну, так что Но все равно Слава богу Что у нас есть люди Которые Этим Ну, как бы Увлекаются Их не мало И вообще Видом спорта Я вообще думаю Что на самом деле В политике спорта Я бы не сказал Что такому И, например Массовых И возможностей Для наших детей Латвийских В целом По стране Я думаю Что мы на самом деле Находимся В очень хорошем уровне Да, у нас не хватает Больших Олимпийских Движений Может быть мало Хотя еще раз Опять же Что такое мало Потому что Помнится Когда в старое время Люди приезжали В Латвию Из Китая Анализировать Как это возможно Что на маленькую Двухмиллионную нацию Есть настолько много Медалей Например, у китайцев Сравнительно Душа населения Медалей 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 Меньше Хотя у них Всегда Вбивают рекорды Так что На самом деле Там у нас Они не самые худшие Так что Грех Жаловаться Ну и Завершаем Тему Очень важного События В принципе Ведь это Такая серьезная Популяризация Латвия И вот Те страны Которые Перечислили Редкие гости Да С учетом Расстояния Бахрейн Перу Чили Теперь у них Будет возможность Посмотреть Может быть Еще приедут Как туристы Я бы Ну это Есть То Опять же Иногда Ну популярность Больше можно Взять Или Пойметь Если ты будешь Ругать страну Правительство Думы И там подобное Но Опять же Система Которая у нас Есть в стране Наша В том числе Когда страна Помогает Организаторам Не буду скрывать Я получаю Какую-то дотацию Из государственной казны Для этого мероприятия Должны быть До этого Мы там Подаем заявки И там подобное Я вижу Что там есть Целенаправленность Этого действия Потому что Еще раз Из-за вида спорта Это Сейчас не говорим Про падминтон На самом деле Какая разница 40 стран Примерно 400 разных Приехавших людей Из других стран Которые Здесь оставляют деньги Которые Во-первых Они все ночуют В гостиницах На начало Первый день в Риге Потом в Елгаве Потом последний день Опять в Риге И там подобное Они все на нашем бензине Куда-то катаются Они все Как минимум 12-15 евро в день Оставляют только на пищу Хотя на самом деле Многие еще больше Потому что Они там что-то еще покупают Я как сейчас помню Например Выезжая обратно Голландская коллега Покупала Какую-то детскую одежду Например Там есть Каждый из этих мероприятий Такого типа Является неким импульсом Для того Чтобы продвигать Какие-то экономические тенденты В том числе И из этого Очень правильно Что страны Мировые Это не только Это же не латвийское Ноу-хау Это делают все страны Которые помогают Или создавать концерты Создавать большие виды Спортных мероприятий Потому что Они являются Неким поводом Для того Чтобы люди приехали И потратили деньги И безусловно Другой еще вопрос Что они потом уезжают Например Елгава Которая уже Четвертый год Принимает этот турнир Она уже Для какого-то Определенного типа Людей Которые являются Бадминтонисты Что на самом деле 220 миллионов Народа играет Будет опять Какие-то новости Кто-то выиграл Кто-то не выиграл Русский будет писать Про своих Казахи про своих Перу Уйчаны Про своих И там подобное Но там же Опять будет Звучать Слово То же самое Латвия Елгава Ну всем весело Все выигрыши По большому счету Да Ну вот Я думаю Это будет через Заканчивая Это будет через день Полтора недели 2 июня Приезжайте в Елгаву Будет большое Хорошее мероприятие Финал Ну вряд ли Наши там будут Потому что Здесь очень большой уровень Но все равно Там будет интересно Наши делегации Наши спортсмены Ну есть много Наших много Но там Будем честны До финалов Ну уже Многие Месяца Годы По большому счету Единственное Наша пара Была Выиграла Даже в Марокко Это было По-моему 15-й год После этого Наши в финалах Не играли Ну тем не менее Дома у себя Может быть Хотя бы покажут Лучшие результаты 2 июня В Елгове Финал После выборов Где это будет происходить В Замыгалском Олимпийском центре Да Самое замечательное место Вот тем не менее Тоже такое Важное событие Будет как раз Тоже 25-го Маля Это выбор В Европарламент Ну вот осталась Неделя По существу Ну может быть Какие-то ты можешь Сделать уже Какие-то выводы Наблюдения Поэтому результаты Мы узнаем 26-го Ну вот Каковы твои ощущения Во-первых Я пока еще Не чувствую Такую большую Не то что Ажиотаж Я помню Что даже Когда-то Перед этим Даже эти выборы Были как-то Ну ты Проверка Что Как народ Воспринимает Действующее правительство Потому что Помнишь Там был Домбровский И другие факторы До там этого Да И будет Некая такая Ну что может быть Даже каким-то образом От тех От результатов Тех выборов Может каким-то образом Быть влияние На латвийскую политику Внутреннюю Не вижу Первое Второе Даже может быть Как раз хорошо Я не знаю Это хорошо Или плохо Мои коллеги Политологи Ну С другой стороны Да Есть Некий Новый Призыв В политику И есть Некий Хороший Такая Ну назовем это Партийная школа У каждой партии Они Очень Такая Чуть не как Собрались Все вместе Решили Что так нужно сделать Но Фактически данные Выборы Такой Хороший Новый Призыв Обработка Новых Партийных Лиц Возможно Даже Они Будут Избраны Если Мы Говорим Про И того же Кударса И того же Аиапса И других Но Все равно Там есть Кроме них Еще Есть Старые Но есть Как бы Есть хотя бы Новые лица Есть какие-то Новые лица Которые Безусловно На этом фоне Можно Очень хорошо По-русски Обкатать Да И они Это Даже Неплохо То что я Еще вижу Хорошее Может быть Слишком много Сегодня Позитивного Я вижу Хорошее В том Что Партии Как бы Ну Ясно Что Там есть И опять же Фокусированные Лица Но Отличие От Латвийского Выбора От Латвийских Выборов Где Нужно Обещать Все масло И Сахар И Какие-то Такие Ну Сладости На завтрашнее утро Европарламентские Выборы Это выборы В которых Ты можешь И Немножко Поговорить Про какие-то Идеи Про какие-то Направления Идеологии Про мысли И там Подобное Да Можно опять Там сказать Что Где заходят Наши мысли Там Ну Там Пугается Как будто Там Европа Главный Вопрос С Москалям Или Против Но Все равно Ну Если Там Другие Вещи По поводу Там Отличие От Латвийских Выборов Идея Направленность Идеологическая Направленность Она Больше И Это Это То Что Мне Как раз Очень Не Хватает Латвийских Выборах Потому Что Мне Кажется Как раз Там Это Должно Быть Больше Ну Слава богу Что Хотя Ну Сам Жанр Не Пропадает И Люди Ну Хоть Как-то В нем И участвует Хотя Это Тоже Может Потому Что Даже При наличии Тех Политологов И Не Только По Моему Качество Немножко Выше Хотя Мне сейчас Трудно Сверить Сразу Вспомниться Как было В прошлом году В прошлых Выборах Пять лет Тому назад Вот Такой вопрос Который Хотел задать Тоже Очень важный По крайней мере Первой части Успеем Хотя бы Начать Обсуждать Ты часто Так говоришь Что Кстати Не в шутку А действительно Серьез Что ты Ну Как бы Живешь в деревне Я и живу В деревне И вот Поэтому Я думаю В какой-то Степени Вот эта Региональная Реформа Которая громко Заявлена Очередная Региональная Реформа Вот господин Пуце Ну Она дойдет Видимо И до твоей Деревни Вот Как ты это Оцениваешь Со всех Точек зрения И как вот Житель С провинции И может быть И не знаю Как политолог Как гражданин Вообще Надо Не надо Потому что Я так понимаю Что там Ширятся и протесты Против этой реформы Экономисты Говорят Что другого Варианта нет Надо все Укрупнять И так далее Опять Поговорим немножко Не про Бадминтон В этом случае Я был Проводил Чемпионат Латвии Клубный В Тервете Общался С Самоуправлением Тервецким Который По-моему Является Одином Из самых Маленьких И безусловно Когда ты Общаешься В этом уровне С Тервецким Самоуправлением И по большому счету Весь Вся Самоуправление Это чуть ли не Пять депутатов Но это в шутку И ее Самый ближайший Аппарат Где отсутствие Каких-то Компетенций Юристов Ну это Не потому что Их Там люди Умнее или не умнее Просто физически Например В Елгаве Есть Управление Управление Образованием У него есть Свой Штат Юристов Свои Пиарщики Там есть Один Юрист На все Возможные Управления Но ясно Что компетенция Этого Самоуправления Да Можно сказать Другое Она ближе К народу И там Есть прелесть Да Мы Являемся Тервецчанами И мы чувствуем Себя Каким-то образом Ну Структурированы Мы не там Типа Добльчане Которые Там не такие Как мы И не Явгавчане Такой локальный Патриотизм Да Но с другой стороны Я думаю Что этот локальный Патриотизм Его можно Каким-то образом Структурировать И без Того Что там Типа Каждая Самая Каждая Волость Имеет Своего Князя Без этого Можно обойтись Потому что Опять же Даже если мы Смотрим Для этого Как раз В той же Англии Существует Очень большая Поддержка Того же Спорта Потому что Ты создаешь Команду Волгейбольную Футбольную Хоккейную Гонбольную Там под названием Тервит Которые борются Там с Добелой И там есть Все за того И там Против того И на самом деле Там этот патриотизм Никуда не пропадает Я даже Ну Без иронии Это как бы Привяжу Как пример Даже Когда мы смотрим Даже Лондон Поделен на кварталы Не кварталы На участки И в каждом участке Есть там Челси Есть Тоттенхэм Есть там Там другие команды Они борются Между собой Там у каждого Свой фанат Они живут Не пересекаясь Чуть ли не друг с другом И там подобное Ну из этого Я вижу Что Есть самоуправления Которые Здесь слишком малые Маленькие С другой стороны Когда мы говорим Про самоуправление Тоже Елгавское Где будет объединено Елгава 60 тысяч Там 30 тысяч Или сколько там Является Не хочу ошибиться В цифрах Но по-моему Тоже было много Округа И еще Озовников В целом Будет там Больше 100 Да А рядом Будет находиться Опять же К примеру Там Бауска Там С 20 Тогда тоже Как-то Ну кажется Неравномерно Это все Тогда пусть лучше Там есть Примерно Типа поставить Как мне бы казалось Поставить сначала Как-то некий минимум На этой ноте Мы как бы Такую интригу Создадим Кристиан Розова От нас в студии И не переключайтесь Мисс Ньюз Кристиан Розова От нас в студии Вот мы Начали В первой части Говорить о региональной реформе Ну мы понимаем Да Что Латвия Небольшая страна И жителей Становится меньше К сожалению И надо действительно Сделать как-то Вот это управление Страной Если так можно сказать Более компактной Да Тем более что Сегодня у нас Такая ситуация Когда Если я не ошибаюсь Всего 13 Самоуправлений И финансирует Все остальные Больше чем 100 А кто донор Рига Венспилс Юрмова И так называемый Рижский вот этот вот регион Да Гарковная И так далее Это тоже не совсем Нормальная ситуация Это не да Ну взрослые так есть Во всем мире Ну есть дотационные вещи Да Это понятно Другой вопрос Который меня немножко пугает Это то что Я Ну Я вижу Просто сейчас Идет какое-то такое Ну Арифметически И даже непонятно Арифметически Или он не являет Ну или не Арифметически Ну далекий от реальности Да Типа Далой Или даешь Даешь реформу Да И даже когда Какие-то самоуправления Начинают говорить о том Что И даже Ну не то что правильно Но их же Ну то бишь Там есть мэр Который общается с людьми И он должен даже идти На поводу этих Своих Избирателей Избирателей Это его обязанность На самом деле Потому что Не буду раскрывать Карты все Но я даже С кем-то из них Разговаривал Что он думает Он говорит В принципе Даже не плохо Что по-моему Даже есть Целесообразность А потом Проходит там Две-три недели Я вижу Что он как раз Является тот Который говорит Ну нет-нет Мы должны идти на референдум Мы должны помочь Народу Потому что Он не может идти Против того Течения Он не может идти Против своих Это первое Второе Что Я вижу Что вопрос же Не в том Кто с кем Как там Объединить Терветы С Добелой Или Елгарским Регионам Обратно Или там Остановить бывшие районы Хотя Ну когда мы Как мы Успешно От них выходили Так успешно Ну чуть ли не там Долгопилский район Резинский район Валмерский район Типа все привыкли К этим масштабам И Этим Этим Контурам Но По-моему Важнее вопрос Именно подумать Про Ну Есть То бишь Когда мы Меняем В квартире Установки Или расстановки И меняем местами Там детскую С рабочее Или просто делаем Ну не то что капитальный На такой большой ремонт Да это очень важно Что мы задумались Про все Нюансы Как мы в этом доме Будем жить Потому что может быть Что-то изменилось Там дети выросли И наоборот уже Детская комната Не нужна розовая Потому что девушка Выросла И И смотрит другие Уже фильмы И надо просто Ну не то что Менять только комнату Ну и менять Ну обстановку В семье В доме И по-другому И вопрос В том что это такое Что эти качественные изменения Которые мы хотели бы С помощью этой реформы Сделать И тут Мне как-то Кажется Что есть Или такие Слишком пафосные вещи Которые говорится Вслух Они реальные Или наоборот Их вообще Про них не говорится Говорится про математику Или про жанр Как мы туда будем идти Это то что Не пугает Потому что Тогда может быть Сразу Наконец-то Там При этом же Говорить про этих В латвийское время Действующих Округов А где мы тогда пропали Почему мы не Или наоборот Не делать это Третьего уровня Или наоборот Думать о том Как дизайн Еще больше Приблизить Канцемские Жители Канцемскому Обсовому правлению Которые не существуют Больше Потому что это Елгарские Новоц Как переводится Новоц правильно Край Наверное Да Край Да Папец это Волость А Новоц это Край Да Ну Вот эти Вести вещи Которые Меня больше Тоже волнует Про одновременно Тогда думать Не вопрос Только Через призму Самоправления А думать Про через призму Остальных всех Услуг В том числе И услуги Финансовые Отсутствие Не знаю Даже в моей Елгаве Отсутствует Уже Например Я являюсь Мне три банка Которых я держу Счет Например Мне пришло Недавно сообщение Что тот же самый ДНБ Или ДСД Луминор Ушел Даже по Елгаве Нету Луминор Ну К примеру Даже по Елгаве Или по другим Регионам Нету Там Не знаю Там Надо ехать Например Мне из Елгав Надо ехать В Бауск Для того Чтобы делать Узнам Редис Документы К примеру Может быть Это не самые худшие Примеры На самом деле Но все равно Есть вопросы Обучения Есть вопросы Завоохранения Есть вопросы Государственных Надо ехать Государственных Услуг Хотя Скорее Может быть Это Опять же Тогда При том Если так Есть возможность Если все говорят Что все уже Попались В электронное В управление Тогда Не надо Никуда ехать Это тоже Еще раз Это то что Говоришь Тогда при Той реформе Завершаем Как бы Ну смотрим Нюансы Вот этих Остальных реформ Еще раз повторяю Страх Ускорения Образования И этих Других Всех Ну С этим связаны Вещи Сатекс Дороги Транспорт И тому подобное Ну Еще То что надо Может быть Добавить Что Ну Я не Исключаю И Я вижу Что То что Мы начали Говорить Про эту Арифметику Что Я вижу Как Новая власть В котором Нету Крестьян Ну И Может Слава Богу Что Их Нету Слишком Долго Были Но Это не Мой Вопрос И Не Избирать Решать Технологии Все Все Таки Продумано Да Это Все А еще раз К примеру Возьми мою волость Ялгавская Сильный лидер Заедущий Сауны По региону Сильный Мэр Равинш Андрес По городу Кто Кто Из них Останется То Большому Что Борьба Будет Не между Крестьянами И Зеленые Нет Синими Или Желтыми Нет Между ними А Пока Не будет Между собой Заниматься Этим Может быть Они договорятся Я не знаю Но Все равно Это Как минимум Будет Стрём В этом Ихнем Действии А Таким Можно Береть Других Самопроведение То же Самое Да И наоборот Объедни вместе Там Где есть Хорошие Центры Крестьян И При арифметике Показывается Что Там Как раз Консерваторы Атысты Байапар Или другие Участники Нового Процесса Получаются Выигрыши Не без этого Не без этого Еще одна Такая тема Интересная Мне кажется Если я не прав Ты можешь Со мной поспорить Мне кажется Что иногда Людям Которые Занимаются Анализом Политических Процессов Обращаются Как к доктору А что делать Вот такой вопрос У меня тоже возникает Вот не знаю Когда вот мы видим Все эти последние скандалы В Рижской думе Буквально Это происходит Каждый день Кого-то Я извиняюсь Арестовали Кого-то задержали Кого-то обыскали Вот Если бы Обратились Там не знаю К тебе и сказали А что вообще В этой ситуации делать Не я понимаю Что следствие Занимается своим Не подменять Правоохранительного Что вообще делать В этой ситуации Потому что Все равно Не покидая Такое ощущение Что есть определенный Заказ Это при всем При том что Наверное Какие-то нарушения Там были Я думаю Что ты Ну ты уже сам Сказал Что нарушения Там Ну очевидно Были Вопрос в том Что Ну Когда мы сейчас Смотрим тот же самый Хоккей Должна быть Некая непредвзятость Типа там Вчера мы ее не видели Так что непредвзятость Вчера был такой показатель Что типа Дважды По 5 минут И 25 В целом Очень сомнительный Притом Ну первое Может быть не так Там может быть не видели Второе Ну все равно Вот это есть Тот что типа Должна быть некая Ну не то что Справедливость Ну такая Ну закономерность Или на Ну Правила игры Некие Да И то что Там кто-то Чем-то занимается Это уж точно Вопрос в том Что то что я сейчас вижу Что Все остальные Которые тоже Немножко Ну Одной ногой В грязи Вдруг Начинают бить Того Которые подскользнулись И говорят Смотри что творится И смотрите как творится Типа Ну кто вообще Мог додуматься Что такое вообще возможно Да И когда ты видишь У нас все в порядке А вот у них Да И когда ты видишь Эти все действующие Я вообще не знаю Ни одну из действующих Таких правящих партий Которая Ну как бы Не было бы В этой грязи Хоть как-то участвовать Вопрос в другом На самом деле То что мне никогда Не был ясным Почему Например Чем отличается Наша система Тоже американская Когда в Америке Меняется президент Меняется посол Потому что ясно Что ты типа Его просто высылают Обратно Потому что он Не свой И все знают Что это То бишь Достатки Вот то что мы Сейчас как бы Лицемерно Стараемся Как бы Додвинуть Там являются Как бы нормой Но из этого Другие нормы Которые намного Важнее Они намного Исполняются Там Кадровый вопрос О том Что типа Я пришел И со своей женой С детьми И там Подобное Это то Ну как бы Ну Ничего неадекватно Да Но то что я сейчас вижу По поводу Рижской думы Что нету Такого понимания Что ребята Слава богу Начинается Процесс Ощущение И давайте посмотрим Кроме Вот да Пусть Рига Как голова Страны Будет На первое На На В подиуме Но после этого За ней ходит Не то что сразу Долгопилс Потому что А давайте забьем еще И там Там тоже Саска Наоборот Там типа Ребята Ну а чем отличается Ладно Я сейчас не буду говорить Все города подряд Потому что опять будет Предвзятость Почему ты его назвал Первым и на вторым Но мы понимаем Что есть Курортные города Есть и другие Семуправления В которых По большому счету Схема Которая Там была При Сатексме И там подобное Потому что Сатексме Возможно Схема начал Рижская дума Возможно Но она уж точно Не одинока В этом процессе И что Мы видим Мы взялись только За Ригу Да Ну и они Ну еще раз Если так и останется Ну это плохо Хотя я верю Что так и останется Потому что Остальные будут Ну как бы В хоре петь В целом Типа как это страшно Мы против этого Так нельзя Надо очищаться Самими И там подобное Хотя Опять же Ну так в мире Устроено на самом деле Что кто-то есть Тот кого Бьют За остальных Ну это начинается Ну будут Ну это несравнимая вещь Ну по большому Что-то Современен Христа Да И ну в этом случае Если кто-то После этого Ну даже там Не знаю В других мериях Нашей маленькой страны Будет из-за этого Немножко побаиваться То есть Если будет так Что типа Это будет еще больше Вседозволенность Для как бы своих Это плохо Если это люди Почувствуя Что типа Ребята Ушаков И компания Тоже до этого Думая Что они свои Словно Без Ну что Можно это делать Все Без Никакого Вообще Надсмотра Если люди Сейчас это Поможет Ребята Так нельзя Ну тогда На самом деле Не самое худшее Что произошло Потому что Так С другой стороны Ну по-моему Так нельзя Но опять же С третьей стороны То что я говорю По поводу этой Америки Сначала Еще раз Если мы говорим Про какие-то Схемы Где Оплачиваются Ненужные вещи От нужных Средств Это неправильно Если мы говорим О том Что например Меняется И к примеру То что иногда Говорят Что типа Почему Кто-то взял В советники Именно своих людей Если ты взял В советники Они делают Эту работу И свои Я не вижу Ничего плохого А почему Нужно Брать Нет своих Нет Еще раз Если эти свои Занимаются делом То при этом Я не вижу Ничего плохого Если свои Заты на работу Для того Чтобы ничего не делать И там По другому Им оплачивают Это другой вопрос Это другой вопрос А вот В принципе Если так сказать Какова Цель Вот Вот этой всей Истории Нападок На Рижскую Думу И согласие Это что Все-таки Создать базу Для неочередных Для распуска Рижской Думы Или Сейчас коалиция Просто думает Что ограничимся Дискредитацией Согласия И тогда На следующих выборах Им ничего не светит Я думаю Что там есть Как очень часто бывает Мы хотим Искать В такой ситуации Некого Обкома Американского Который дал Ценные указания И всем расписал График Когда кому Стрелять И кому Кому Как Говорить Ну Я не могу Сказать Что такого Никогда Не было Я не могу Сказать Что такого Ну Я не вижу Что такого И было И что там Возможность Таким образом Управлять Ну как бы И нашими Процессами Не настолько Большое Да Есть возможность Каким-то образом Дать некие намеки Что банк Айскроклас Не нравится американцам Ну к примеру И да Там есть какой-то Там Ну чтобы совсем план Нам представить Ну так что Типа каждый вечер Будет кто-то нам Расписывать Что делать Когда было В украинском Президентуре До До Ющенко Там во время Кучми Там Так называемые Темники Да Даже в Москве Темников Никто уже не пишет Там типа С КГБ не выходит Каждое утро Расписка Редактором Кого мочить Кого не мочить Там есть некая такая Ну Вектор направления Там Утрирован На Криминаж И Запад Сгнел Вот это есть Такие направления Под которым Уже там Сам редактор Или Соловьев Сам вписывает Себе в сценарий А не наоборот Да И вот то же самое Как бы здесь Я не вижу Я вижу больше то Что есть Ник Кто-то Подскользнулся Ну В этом случае Редическая дума И на базе этого Потом уже По инерции Сбрасывается Скидывается Или В этот Ну На этот Ну На эту площадку Собираются Уже Все коммуниленья И Не знаю Гиены И И львы И другие Звери Которые Каждый Со своей Повесткой дня В этом участвуют Ну 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 Я так Сравниваю Для себя Ну Африканскую Прерию И так и Примерно Есть Что Типа Там Кто-то Ну Там Антилопа Нечаянно Упала Ну И Вокруг Ну утром начинается какая-то тусовка. Сразу быстрее ее съесть. Может быть, такой последний вопрос. Время так вот стремительно идет. Сегодняшняя новость. Министр юстиции господин Боден заявил о том, что надо инициировать в правительстве вопрос, создать комиссию и снять генерального прокурора. Это такая целенаправленная акция по замене, как говорится, не наших? Или что-то за этим стоит другое? Я не знаю. Вообще, ты говорил до этого и про реформу самоправления. И вот в этом и реформа юстиции, и кадровые вопросы юстиции и тому подобное. Но вопросы в свое время в московских высших школах коммунистической идеологии и партийного строительства учили о том, что вопросы надо готовить. Общественность нужно готовить. Это правда. Я видел бы смысл использовать партийную структуру Бордонса для того, чтобы сначала показать некую неготовность того же прокуратуры справиться с вопросами. Потом выходит весь белый новый министр, говорит, типа, у меня только одно решение снять прокурора. И все аплодируют. Сейчас вопрос в том, что он поднял вопрос. Скорее всего, его опять качественно разведут. Даже партийные ну, типа, коалиционные партнеры скажут, типа, когда он делает такой внутренний вопрос, да, да, мы поддерживаем, он уже нам достал. Когда будет выходить вопрос, как это так, прокурор, это же независимость, там, типа, ну, и будет разные постулаты, каждый будет там упраздняться в в рассказах о том, как надо правильно строить право и государство. И что останется в конце? Министр, который ссорится с прокурором, который по большому счету сам себя загоняет в угол, потому что, ну, о чем, ну, зачем это ему? Получается, что он оппозиционер в системе, будучи, как бы, управитель. Хотя, ну, еще раз, я скажу, Янис Аборданс, он это уже сделал, помню, с начала, первым день участия, он делал пикеты и таким образом участвовал. Потом письма рассылал иностранным дипломатам. Ну, еще раз, то же самое вопрос по поводу, сначала должна быть качественная дискуссия о том, какая должна быть самоуправление, какая обязанность, что мы должны, как мы вообще видим в Латвии поделенные нару. И в том числе по судебной системе. И потом, как бы, министр выходит, там, типа, выслушав мнение, а сейчас приходит прямо, что, типа, идет не дискуссия, а такая конфронтация. Ну, еще раз, ну, у Борданс это уже, ну, даже не новость, это уже из-за стиля, к сожалению. Хотя я не понимаю, почему он от той ошибки не учится. Загадка. Ну, как-нибудь, когда он будет у нас в эфире с Поссем, Кристиан Розенбрас на Босс-студии, большое спасибо. Международный туроператор Тест-тур объявляет о начале прямых чартерных рейсов на суперпопулярный греческий полуостров Пелопонез. Пелопонез это прекрасные песчаные пляжи, изумрудное море и лучшие курортные комплексы с аквапарками для семейного отдыха. Пелопонез это неподражаемый греческий колорит, легендарные античные города и история. С 26 мая по воскресеньям прямые рейсы на Пелопонез. Стоимость тура от 295 евро. Подробнее на Тест-тур ЛВ. Тест-тур ведущий туроператор Латвии. С 16 по 19 мая дни клиентов в Элкор. Незабываемое четырехдневное удовольствие от покупок для всей семьи. Воспользуйся преимуществом клиентской карты Элкор и получай скидки до 40%. 18 мая в универмаге Элкор Плаза мастер-классы, показ мод, дегустации, презентации техники, автомобильные тестовые поездки и обширная развлекательная программа для детей. Праздничная атмосфера и удовольствие от покупок. Скидки до 40% с 16 по 19 мая во всех магазинах Элкор и в универмаге Элкор Плаза. Покупай также на Элкор ЛВ.